друзья у нас поклевка сейчас у нас будет мега мастер-класс по подсачиванию положим одно так одно так начинаются сходы сходы схода 4 подряд такой лайфхак мы используем на данной рыбалке данных соревнованиях у нас там рыба и она сопротивляется лишь без дивана ложится смеется вещь они тобой на стуле сплю если только ночью прохладно когда у них было ямам до ветер сейчас притянем и зигарит выбрасываем на 160 метров ты сказал об этом вот тебе еще хватает что по регламенту по регламенту 8.00 завтра у нас старт сегодня у нас ничего нет будет ни торжеств ничего не построили мы разъезжаемся по секторам мы находимся с вами вот здесь условно говоря о базе вы заезжали по этой дороге короче c туда едете а и б туда а и б туда а а а а а а а а а 11 а а а а а а а ну что друзья прибыли мы а во второй сегодня сектор мы хотели приехать половить рыбки в зоне c но жребий нас снова засунул в зону а синяя на дамбе сектор номер два слева не знаем крым справа тоже сильные команды поэтому не знаю что у нас получится у нас есть одна стратегия она беспроигрышная она работает но не всегда это чикаго до того берега метров 300 ну будем мотать час лески ну в общем будем воевать пойдем собирать лайк приобрели такую приблуду для чистки травы тут что-то мы чистим и только больше становится дальше очень хорошо пошло вот вообще прекрасно мне кажется она у тебя сорвалась чуть-чуть значит проход уже прочесть надо метр такая вот кучка уже за три раза три прохода фидерная или вообще какая-то строительная фидерная фидерная коса специальная ну кстати да глянь хорошо прочищает смотри уже как пока Серега у нас чистит вектор у нас наблюдаются всплески дистанция в принципе рабочая сто девяносто сейчас мы срезаем новую леску многие писали еще прошлый раз вот зачем ты срезаешь друзья у меня под низом здесь бэкинг вот я срезаю ровно двести пятьдесят метров лески потому что она для карповой ловли ну скажем так маловатого диаметра 021 поэтому после турнира не такого турнира когда вы забросили и просто сидите наблюдаете а когда действительно рыбу таскаешь с дальних дистанций такая леска может приходить негодность из-за разных даже банально из-за солнечных лучей из-за жаркой погоды она может подсыхать сейчас на многих водоемах вода цветет она очень грязная поэтому новая леска гладкая нам обязательно нужна для того чтобы забросить далеко чикаго вот поэтому мы сейчас возьмем нашу любимую krypton симбиоз 0215 здесь полторы тысячи и есть метки каждые двести пятьдесят метров поэтому мы сейчас на каждую шпулю намотаем новую лесочку и возможно даже еще если у нас будет поклевывать в середине турнира перемотаем еще раз да писали в комментариях воу как жалко смотреть что ты режешь эту леску ну друзья медали и трофеи гораздо дороже чем этот кусок лески дорога так ну друзья перемотали все наши катушки 4 баси с импрессием у нас завтра летят в чикаго ну по тактике наверно расскажем уже более детально завтра в общем первый раз мы решили поставить палатку на понтоне в принципе так неплохо получилось сегодня переночуем с тремя распадушками завтра уже будем вдвоем никита у нас будет где-нибудь дальше отсюда у нас будет выполняться зона забросов а тут непосредственно удилище уваживания почистили большую полоску ну как небольшую серию я бы тут несколько кубов вонючей тины собрал надеюсь этого будет достаточно чтобы безопасно вывести карты если нет все будет уходить вправо завтра еще одну полоску почистим ну а сейчас у нас совещание напоминает что этот чемпионат у нас командный то есть мы условно не очень зоне а ребята наша вторая двойка в зоне b условно средний по результативности и красная зона c а наша третья двойка таких всего 15 пар то есть 45 команд максимальное количество участников сегодня на водоеме поэтому мы сейчас поедем к ним небольшое проведем совещание общее возможно мы какие-то свои идеи уже скажем по итогу первых соревнований на данном водоеме ну собственно будем ждать завтрашнего дня 6 утра маркере это по размеру участном стол две палки сюда для вас у нас хороший сектор хренили и место есть где поставить и пары полежать и поспать и машину и и и вот завтра усываться не будет шатрана будет здесь стоять потому что зацепил за шатер зацепил за шатер и будет здесь стоять как я говорю тут поставьте его чтобы сразу на пабос бежать друзья всем доброе утро оно у нас сегодня было дождливое проснулись мы от ливня который барабанит палатками сейчас старт прозвучал сигнал мы забросили чикаго и тактика у нас сейчас собрать рыбу которая находится в секторе не маркерились ничего не делали абсолютно заклипсовали 30-70-50 и то есть лесенку выстроили потом будет 50-70-90-70-90-110 и вот так потихонечку в одну в другую сторону будем доходить до сколько сможем поискается рыба под камушом и видели всплески буквально под берегом метров 30 наверно на границе с травой поэтому серёга кормит ближничок и потихонечку отдаляется то сделаем такую румынскую сетку но мы на кубани поэтому банк ковер будет более наверно лучше вот и сделаем такие маячки из пыликов ну после обеда уже будем делать какие-то выводы и искать точки возможно что-то и закормят но я думаю все равно рыбалка может будет где-то там он не льется он только падает друзья нас поклевка как думаете откуда конечно же с чикаго траве было рыба плескается но наше удивление не под самым камышом и это хорошо дует сейчас ветер нашу сторону первого тащи я слышал я дали так друзья у нас прошло часа 23 как что тишина поймали одного карася с ближней точки и сейчас начнем маркериться но прежде чем замешаем корм потому что периодически у нас дует ветер хвост и мы сейчас делаем такую пылящую фракцию то есть зиговую смесь который будем кормить дальнюю точку просто чтоб шлейф уходил до камыша и возможно тем самым притянуть рыбу на хотя бы досягаемую дистанцию сейчас в порывах удалось там положить палки где-то сто семьдесят и семьдесят пять метров вот и оттуда собственно мы взяли первую рыбу поэтому сейчас мы замешаем чуть прикурночки все равно мы планируем делать кормовую точку там дальнейшем поэтому заделом на ночь смотрите когда у нас орех получился просто сумасшедший сопли возьмем редко так и получается ну по моему рецепту я его делал все у него отлично получилось так дальше за основу возьму потому что мы не готовились зигригу и не будем на нем сильно упираться поэтому возьмем готовую смесь чемпионскую это молотая кукуруза переваренная такая будет отличный шлейф сейчас мы сюда добавим половиночку то есть идея просто создать облако такое вот 8 сектор тоже поймал так дальше чтобы в дальнейшем у нас стол мути стоял будем зигриг зиговую смесь молочную сумасшедший вкус в отличие от обычных сыпух имеет составе и ты такие интересные частицы которые очень долго стоят у нас здесь по рассказам глубина порядка шести метров поэтому у нас там будет огромный стол в котором попробуем половить не загреть дальше что у нас дальше у нас дальше конопля конопелька которую мы здесь специально сварили жидкость нам пригодится для чего скажу чуть позже поэтому смотрите видео это до конца будем делать эксперимент потому что здесь очень сильно вонючий ил может этот лайфхак поможет будущем спортсменам тоже такие секреты рассказывают готова маленьких боликов сладких у нас сладкая здесь программа это 12 миллиметровые орешки орешки уже меня на орешках tiger над red ama то есть это вкус тигрового ореха такой молочный но с нотками небольшим фрукту сейчас я буду делать ломаные частицы из белого шоколада бойло очень мягкие сложно вообще на них с их использовать под насадку посмотрите прям рассыпаются мгновенно мне кажется нужно прямо несколько штук сразу давить ну да смотрите то есть они настолько мягкие что еще не представляю скобра их точно нельзя бросить но они нам пригодятся как раз для вот этой смеси поэтому все сейчас это дело мы заливаем ядерным миксом тоже это такой флюоресцентный сладкий микс романтическая добавочка наша плюс визуальный эффект короче мы сейчас идем во все тяжкие чтобы привлечь максимальное внимание к нашему сектор расположенного здесь первый второй третий сектор очень очень плотно смотрю с помпы летят прямо ровненько не вправо не влево никуда нельзя отойти собственно и запрещено это все поэтому будем пробовать так друзья мы закончили маркирование информация не подтвердилась который нам рассказывали 6 метров здесь нет максимум что мы нашли а это маркер стоял 171 метр дальше мы не смогли бросить 424 25 есть плотный участок есть граница с илом там мы сейчас расположим зигрик попробуем поводы поставить метрах трех и там у нас будет дальняя кормовая . нашли ближняк им займемся ближе к вечеру потому что нет смысла на такой ближней дистанции и шуметь собственно будем на них подлавливать в середине нас глубочайший ил 420 глубина и невозможно вообще там ловить все вонючее вот поэтому две точки ближняя дальняя будем ловить под тем и под ближним берегом я добрый вечер только что закончили закорм вечерний во время попутного ветра удалось забросить эту палочку далеко специально и не трогали кормовая . пока примерно на уровне правых соседей сильная команда у нас из москвы 145 метров но я несколько спомбов кинул скажем так дорожечку сделал там до сколько мог не знаю там 170 160 с копейками летела сейчас тащим очередную рыбку днем мы еще одну поймали у нас пока две рыбы одна в мешке одна уже в протоколе сдали наши соседи днем две рыбы третий сектор с крыма причем крупных у нас такие до пяти килограмм примерно они поймали 7 500 и 6 с копейками ну то есть будем сейчас мы тоже пытаться укрепляться радует конечно что хоть какое-то движение есть в этом секторе мы думали что вообще не показали дух их а это скажем так печальненько прошлый раз 1 1 сектора не было сейчас ребята здесь стоят сейчас и второй сектор был крайне он поймал две или три рыбы ребята нам подсказали но ближней точке мастером нас работает чикаго многие спрашивают что такое чикаго почему постоянно версика ну так называет просто действие далеко забросить ловить чикаго нас ловит далеко без клипсы просто на бун сколько можно потому что ну понятно что до камыша 300 метров и я не знаю существует ли какие-то люди которые могут бросать на такие дистанции я пока не могу максимум что меня улетает там мы видим по обметкам ну 175 может быть так и что же неплохо мы еще причем выдвинутые относительно соседей поэтому у нас есть небольшой запас мы пока работаем не на полную катушку завтра если нас будут поджимать будем уходить еще дальше у нас уже рыбка рядом напарник делает насадки все у нас в автомате постоянно крутится хорошо когда сегодня с нами оператор студент повар помощник в общем у нас запись за все и подписчик дальше все у нас рыбка рядом сейчас будем вываживать финальная стадия самая ответственная не видишь какие-то я не видел 4,170 Давай по прямой еще разочек награждим Ловите больше Зона А, сектор номер 2 Карп 5,350 и карп 5,370 Сектор номер 2, две рыбы Кручок Кто не бросает, он мотает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Больше всего не люблю, когда грузило инлайн высовывается из внутреннего фиксатора. Получается дополнительный маятник еще. Сейчас у нас рыба буквально на грани фола была, но аккуратное вываживание. И у нас вторая рыба после утреннего взвешивания. На данный момент у нас, получается, уже две сидят в мешке. Сейчас принесли протоколы. Мы находимся на третьем месте в зоне. И третье место у нас команда. У нас Серега в зоне С с Вованом хорошо ловит. Занимает сейчас первую строчку. Ребятам сейчас подсказали в зоне Б. И они уже поймали рыбу. Тоже подгоняют. В общем, у нас все складывается пока что нормально. И мы надеемся победить. Победит. Карп 500, 5, 170. Карп 7, 150. Карп 4, 160. Четыре рыбы, второй сектор. Карп 4, 160. Карп 4, 160. Карп 4, 160. него там рыба она сопротивляется как друзья сейчас у нас будет мега мастер-класс по подсачиваем берем мотню в руку становимся под 45 градусов как шпагами фехтоваль или москетер у нас там щука за карпом и внимательно смотрим под 45 главное поможем не бери вот как только видите что чуть-чуть пошла слабина все курсы платные купаться билеты покупают карпировали все на самом деле у нас идет ожесточающая борьба за насадку не показываем ведь и по классике за нижнюю хороший карпик есть сейчас мы будем делать искусственный дождь закапал его несколько их там на улице я не побегу на покупку друзья доброе утро время 8 утра пошли крайние сутки мы твоей зоне кажется держимся в тройке и также в командном зачете не могут ребята у нас в зоне b разобраться с ловли очень сложно не соседи там 21 22 23 сектора очень плохо ловит но у нас утра сегодня наступила с обидных сходов первых 9 поклевок подряд у нас было реализовано 100 процентов ни с того ни с сего ничего не меняя начинаются сходы сходы схода 4 в подряд сделали сейчас небольшие изменения по насадкам по презентации по монтажам очередная поклевка сейчас уважаем одна рыбка у нас мешке после небольших экспериментов все-таки удалось вывести но рыба сошла сразу же в подсаке то есть все на грани грани фола не знаю с чем это связано тянем ветер ветер самое главное вчера дул от нас сегодня дует к нам это хорошо потому что может рыбку к нам сюда нагнать и мы половим 1 2 3 сектор в этой маленькой заводинки так что держим кулачки мы работаем будем бороться до последнего и кулачки и вы любили рыба после сюда руки трясутся потому что ответственность надо этот момент перебороть чтобы все по приехали было стопроцентно результате на секторе номер два начинающий карпятник продвинутый блогер и не менее продвинутый карпятники начинающий блогер а он еще этот как таргетолог вот новое слово таргетолог самый крутой таргетолог из которого которых я знаю серёжа разладки парни что за команды за кого выступаем вы к представляемся кому задать вопрос брянская область команда карп travel выступаем за брянскую область отлично какой раз надо им 2 2 честно ближняк ловим это брянский специальный сорт он выращивается специально именно близняковый до трачевском районе чисто на панских карпа заточены особое содержание сколково работает ваш меня меняет они у нас днем даже в жару днем палатки у нас включается периодически при паре море до комары днем я должен тебе ответить что это специальные кубанские комары на брянских карпятников у вас есть картошка на наших карпах у нас есть на вас комары ну что парни молодая команда начинающая развивающаяся попадающая сразу в непростые два условия в обоих первых этих двух турнирах мы пожелаем им не хвоста не пуха ничего сегодня кстати открытие охоты на перепелку на кубань 6 680 серёга сейчас увидел карту буквально в 20 метров и соседи тоже вытащили сближнячка так у нас дневной провал стабильный с 12 до 4 дня не видим поклевку мы по моему мы догадались где она рыба ходит у нас под берегом перекусим и пойдем перелавлю у нас гречка раз получается соревнования на сушке накидать надо 170 поэтому тушничка добавим кстати обалденная тушенка в белоруссии производитель не знаю консервные мясные все по гост а великое княжество прикольная штука студент у нас имеет завтрак vip клиента лов нам с серёгой еще один всплеск этого будет достаточно да друзья на соревнованиях не до шашлычков не до чего нику так вот на в полевых горится условиях на помосте горелочку сейчас быстренько перекусили и снова работа так у нас друзья подготовка к вечернему закорму идем до сих пор у нас тишина ничего не так мы сварили конопельки показывали в начале видео у нас получилось такая жирная маслянистая так как конопля у нас содержится на пленое масло как бы это не звучало сейчас мы будем замачивать было в воде посмотрел руку начинающим блогером он там руку с рассказывал о том что такой секрет она всегда использует при ловле на вонючем и лу какой получается эффект получается как было наши сухие они начнут если их просто сразу забросить они начнут впитывать себя вот этот вонючий запах сероводорода и дальнейшем будут им пахнут когда мы сейчас бойло замачиваем они соответственно губка напитались всем вот этим раствором заливкой как угодно можно называть соответственно эти он больше питать не сможет поэтому лайфхак мы используем на данной рыбалке данных соревнованиях потому что у нас есть места с таким вонючим и соответственно бойло у нас мягкие и сладкие такие воздушные и быстренько все это дело впитают это белый шоколад дополнительному маленький боли кафрад ама бойло не ломаем сразу же высыпаем все целой у нас есть еще секретные тоже по структуре такой бойл рыхлый который в воде очень быстро набухает это что нам сейчас нужно это просто напросто их сюда выбросить и замачивать можно не заморачиваться не заморачиваться с коноплей а просто взять с водоема воду и именно конопелька ярко на плита сироп раствор наиболее такой эффективный потому что как только бойло впитается этот масло да они дадут дополнительно войти внутрь структуры бойлов вот этому вонючему запах убил ну соответственно и коноплю в дальнейшем мы тоже будем использовать на прикорм поэтому сейчас их оставляем на несколько часов и даже вчера заметили что сначала лежали в воде а через некоторое время они уже были на поверхность того что вся влага вошла внутрь вот такой у нас ловхак пока не стоят пойдемте мы попробуем потестировать мои новые очки на эти соревнования в теплые жаркие края мне прислали две пары очков vilex модель w xz 87 2 есть этого производителя куча разных очков мне конечно наверно немножко подходит чтобы они нормально смотрелись ну в целом по конфликтации чехольчик жесткий какой-то лайблик тряпочка чтобы протирать и веревка которая собственно уже у меня на очках фишка в том что производитель заявляет стекла данных очков абсолютно неубиваемая даже смотрел короткий ролик кому интересно тоже на ю тубе наберите когда с них вообще стреляют в них с дробовика и ничего не будет мне пришло две пары одними я пользуюсь вторыми сказать сделать большой тест и постараться их сломать что мы сейчас и сделаем но мы начнем с малого сначала такая вниз 6 унцовая булава грузильца на литкоре которым мы постараемся сейчас раздолбать эти очки если они выживут не знаю что-нибудь еще интересного придумаем на джипе по ним проедем если они после этого даже выдержит ну тогда не знаю можно под прессах будет засунуть погнали первый удар реально на удивление выдержал ну ка еще посильнее сейчас попробуем и мы еще не сделал вот тут удар четкий ну ка если у нас есть стеклашка как раз для того чтобы их более детально сейчас хоть бы чтобы охренеть серега и дико джип заводить положим одну так одну так достаточно такой твердый грунт а их да им похера вообще я не знаю что с ними еще можно сделать пишите в комментариях как их можно будет еще раз сломать я не знаю груз со всей дури он выдерживает сколько весит тонн две тонны джип тоже выдерживает вот такие вот приблюда и и что друзья у нас финишная прямая завтра утром и кривая завтра утром 8 утра финиш начались у нас валидольные часы за этими эмоциями приезжаем на турнир на рыбалке одно тут вот этот адреналин мы сейчас считаешь эти килограммы баллы нас 12 сектор догоняет они могут нас сдвинуть сами стать на третью строчку в общем зачете в общем сейчас начинается сумасшедший ребята наши тоже немножко просели мы целый день не поймали ни одной рыбы попробовали под ближняком тишина сейчас по расписанию да кстати не знаю кто то если и спортсменов смотрит это видео мы обязательно всегда записываем поклевка время дистанции направления и за два дня выявили какую тенденцию что у нас с 4 вечера до 8 и до идут поклевки на дальней дистанции поэтому сейчас все экспериментальные точки убрали 4 удилища веером разложили на дистанцию там от 175 до 160 метров вот на одной из такой удилищ у нас клюнула рыба как вы думаете когда конечно когда мы сели покушать студент приготовил вкусную картошку но рыба у нас уходит соседний сектор итак друзья соревнования подошли к концу сегодня сожалению утро нас снова встретила сколько четыре до четыре входа через хода все по расписанию все четко прям некоторые поклевки в разницу в пять минут но к сожалению не знаю не смогли мы вызывать хорошо начали 9 до 9 до 9 9 первых рыб мы сто процентов как первый сошел и пошло понеслась и вроде бы нашли решение потом опять все пошло не знаю в общем не смогли мы справиться с этими сходами я знаю что многие с этими сходами тоже тут борются не знаю почему будем дальше пробовать экспериментировать с различными монтажами поклевка у нас было буквально через точнее до финиш где-то до 10 15 минут и тоже сошла по подсака по итогу наверно мы сдали немножко свои позиции наверно на одну или две строчки мы в своей зоне опустимся поэтому по итогу будем не будет результата да наверное мы будем где-то 5 вчера мы уже по турнирной таблице были 5 наверное плюс-минус так и останемся не будем гадать сейчас пойдем на построение узнаем и посмотрим на победителей спасибо всем кто болел мы делали все что могли ну так будет я вас конечно поздравляю не особых замечаний не было все вопросы решались поэтому не будем тратить время но а для результатом соревнования бойкова дмитрия анатольевича третье командное место на кубке фрс тавропольского края заняла команда белгородской области и победителей кубка федерации рыбового спорта тавропольского края 2020 года стала командой из республики мордовия так получается что связи с коронавирусом в одни сниплоды проблемы но все равно подробно и в в в в в в